Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер. Итак, мы остановились на начале черняховской культуры, которая относится к II-III века, к процессам, которые протекали во время так называемых скифских и леготских войн. В ходе этих набегов, в ходе грабежа римских территорий, в ходе грабежа боспорских городов, конечно, были накоплены какие-то ценности. То есть, произошло смешение народов, смешение племен, в том числе готы столкнулись, по всей видимости, и с другим населением. В первую очередь, это население Северного Причерноморья. В это время здесь у нас есть свое население, которое относится к позднескифской культуре. То есть, это уже не те скифы-кочевники, которые были до нашей эры. Это уже такие оседлые поселенцы, которые уже активно вошли в античную культуру, которые жили вокруг античных городов. То есть, цивилизация уже такая достаточно сложившаяся. Вот именно с этим населением начались контакты. Видимо, и какая-то часть этого населения, по всей видимости, вместе с германцами, вместе с готами. И составит основу черняховской культуры. Новой культуры, которая будет сформирована на огромной территории. Если сейчас посмотреть на карту, мы увидим, что крайние памятники черняховской культуры у нас находятся... Почти на границе Орловской и Курской областей, в верховьях притоков Сейма. А край юго-западный у нас река Дунай в Румынии, где также большое количество поселений. То есть, мы видим огромную территорию. Это одно из крупнейших таких формирований. И своеобразная цивилизация, достаточно высокая по меркам античного времени и Средневековья. Если мы будем так смотреть. Цивилизация, которая была принесена на удаленные северные земли. И занимает она практически весь бассейн Среднего Днепра или Выбережья Днепра. Это бассейн Южного Буга, это Днестр, это Пруд. То есть, все эти реки, которые практически все обсыпаны новыми поселениями. Но, опять же, мы говорим такими широкими мазками. Поскольку формирование самой культуры достаточно сложное. Несмотря на то, что начало мы ее видим во время этих войн. Во время появления готов на территории Восточной Европы. Дальше пошли уже процессы, связанные, видимо, с последствиями разгрома готов императором Клавдием. Которому удалось, наконец, уничтожить активный порыв германцев и их союзников. Которые, в принципе, уже в конце концов собрались переселяться на территорию Римской империи. И вот во время этого переселения, когда они вместе с женщинами и детьми отправились на территорию Греции. Был нанесен мощный удар. Произошло сражение. Сухопутная часть готского войска была разгромлена. Морская часть, как удалось буквально недавно выяснить по новому письменному источнику. Несколько строк было найдено. О том, что морское войско готов было разметано бурей. И фактически на этом нашествия прекратились. Женщины и дети были проданы на рабских рынках. Мужчины, якобы чуть ли не миллион, были развешены на крестах по провинциям Балканской Римской империи. Но понятно, что разгром был сильный. То есть, конечно, в конце, это у нас получается конец III века, годы в своем порыве были разгромлены. И, видимо, в связи с этим начали формировать уже свои земли, свои территории, свою новую такую, может быть, государственность даже, будем так говорить, или просто государственность, на территории Днепра, на территории Буга, Днестра и так далее. То есть, на тех землях, где они сформируют свое новое общество. И это общество, Олег, примерно 100 лет, с 270-х до 370-х годов нашей эры, жило за несколькими небольшими перерывами в мире с Римской империей. Ну, практически так. Олег, расскажите нам, пожалуйста, о Черныховской культуре по данным раскопок. Вот были ли там города? Ну, городов мы там не знаем, но были достаточно крупные поселения. И очень крупные. То есть, если говорить, то есть, площадь таких поселений она достигала нескольких десятков гектар. И включала в себя, по всей видимости, ну, как минимум, там несколько десятков жилых комплексов, то есть, усадеб. Это много по тем временам. И особенностью Черныховской культуры было то, что все эти поселения не имели никаких укреплений. Да, мы не знаем нормальных, так скажем, укреплений. Есть три памятника, которые ставятся под вопрос. В низовьях Днепра, там, на самом юге. Часть из которых это старые какие-то античные укрепления, которые использовались. А вот специально построенных укреплений Черныховской культуры мы не знаем. Но это ведь немножко необычно. Это необычно. Общество живет рядом со степью. Степь всегда угроза для земледельцев. И тут неожиданно в течение ста лет существует общество, которое этой степи совсем не боится. Возникает вопрос, что же это было за общество? Скажите, например, это были все свободные общинники. Или там есть дружина. Или это вообще было общество какое-то кастовое. Например, какая-то прослойка воинов, профессиональных готов, сарматов. Ниже там общинники из других племен, там зависимое население, которое они покорили, рабы, которых они привели из территории Римской империи. Что можем сказать о их социальной структуре по данным раскопок? Ну, то, что общество было, так сказать, сложным, то, что общество было полиэтничным, это сейчас стало уже такой аксиомой. Это проявляется, в первую очередь, конечно, в погребальном обряде. Очень разнообразном, очень специфическом. То есть, мы здесь видим биритуализм. У нас есть и кремации, и ингумации, и ингумации, типы ингумации. Там огромное количество самых разных вариантов, которые могут быть связаны с проявлениями каких-то этнокультурных традиций. Частично это, конечно, социальные какие-то традиции. И общество, тем не менее, если говорить о погребальном обряде, то он не такой роскошный, как у многих других народов. То есть, мы очень редко увидим какое-нибудь золото или огромное количество бронзово-серебряной посуды. Такого нет. С какой-то точки зрения обряд унифицирован. То есть, известный набор вещей, который помещается в погребение. Вот проявление высшей знати и материальной культуры этой высшей знати мы увидим чуть позже. В эпоху начала переселения народов, когда вдруг появляются такие вождевские погребения с золотом, с камнями, с уникальными ювелирными украшениями. Они появляются, в общем-то, из ниоткуда. А в Черняховской культуре мы такого не увидим. Но если говорить о характеристике Черняховской культуры, то она, конечно, высокоразвитая по своим меркам. Здесь приходят те технологии, которых на вот этих северных землях не знали. И они заимствуются, конечно, из античной, позднеантичной цивилизации. Здесь и развитие металлургии, здесь развитие металлообработки. И самое яркое такое проявление, конечно, это гончарное производство. Именно по гончарной керамике характерной мы находим чаще всего вот эти поселения, которые засыпаны вот этой керамикой. И она производилась уже в таком массовом товарном количестве. Потом гончарное производство, круговая посуда пропадает фактически на многих территориях почти до эпохи Руси. То есть, до IX-X веков, когда заново начинается вот эта традиция как бы на этих землях всех проявляться. А в III-IV веке она массово распространена по всей вот этой территории. Если говорить, конечно, о находках, ну, культура богатая на находки по сравнению, опять же, с соседними землями, с соседними культурами. В первую очередь, о ком мы говорим? Мы говорим о киевской культуре, так называемой. Да, это наследники вот тех позднесрубинецких группировок. Это, ну, фактически, линия развития, которая потом приведет уже к появлению в раннесредневековых культур. Калочинской, Пеньковской. Это как бы одно направление. Но в III-IV веке это очень бедные культуры в материальном таком, так скажем, выражении. А черняховская культура – это культура оседлых земледельцев. Ну, даже по анализу, например, палеозологического материала, ну, видим, что основа там составляет, конечно, крупный рогатый скот. Потом там и мелкий рогатый скот, и свиньи. Небольшой процент охотничьих трофеев, там, 5-10%. То есть, это нормально для общества, которое занимается сельским хозяйством, с животноводством развитым. Им не нужно заниматься добычей этих охотничьих трофеев. Но на реках, если они на реках живут, то ловили рыб, и достаточно крупных. То есть, рыболовство было тоже развито. И главное, что это, ну, опять же, большие населения, это много-много населения. Это развитая экономика, это развитая торговля, в том числе и импортная. Среди импортов, ну, во-первых, вся у нас культура покрыта слоем римских динариев на огромной территории. То есть, на каждом поселении у нас множество этих находок, которые, возможно, использовались в виде платежной монеты. И, конечно, это находки амфор, которые также есть на всех поселениях, в которых нам привозили уксус, масло, вино. И здесь же они и, собственно говоря, оставались. И это показатель как раз вот этих развитых каких-то экономических связей. Олег, такой вопрос. А что мы можем сказать о религии по данным раскопок? Ну, по данным раскопок, конечно, сложно что-то сказать, как обычно конкретное. Потому, что мы знаем воспоминания, так скажем, записанной легенды готов, в которых, конечно, упоминается классический набор германских божеств. Которым, видимо, тоже, конечно, поклонялись и в именах многих готских какие-то там такие термины проскальзывают. А погребальный обряд, он, конечно, опять же, сложный в своей интерпретации. И частично-частично, если это ингумации, то здесь мы видим достаточно такие яркие проявления, например, позднескифского элемента. То есть, не германского элемента. Среди таких вещей, которые можно отнести к какому-то культовому содержанию, есть молоточки Тора. Есть подвески в виде топориков. Есть подвески в виде палицы, так называемой Гераква. Но она не имеет не только германское произведение. Она достаточно широко и в Северном Причерноморье, и среди античных, поскольку это такой универсальный культовый предмет. Поэтому здесь говорить о каком-то проявлении германского культа тяжело. Кремации, естественно, там все это дело сгорает. Но есть интересные наблюдения о распространении вативных бронзовых статуэток античных божеств. Которые, ну, уже в достаточном количестве, к сожалению, опять же из грабительских сейчас последних сборов происходят. Но которые, в общем, попадают на черняховские поселения. Здесь, конечно, может быть, они являются, так скажем, трофеем. Это они являются источником бронзы, поскольку бронза очень дорогой металл для варваров. Но в то же время надо понимать, что часть населения черняховской культуры, которая вышла из Северного Причерноморья, это люди, которые уже находились в орбите античной и позднеантичной культуры. И поклонялись, естественно, божествам античным. Поэтому, естественно, вот эти какие-то взгляды, они могли переносить и туда. В это время, в IV веке, например, распространяется, уже очень активно распространяется христианство. То есть, можно, конечно, говорить. Ну, и, собственно, что там Вульфилова, да, и Библия на готском языке. Конечно, христианские идеи, они распространялись очень быстро. В каком виде, да, в каком виде это захватило, например, черняховскую культуру, сложно сейчас, конечно, представить. Но исключить это мы тоже не можем, да. То есть, возможно, это всё... Насколько я помню, незадолго до прихода гуннов в вес Готов прошла гражданская война именно между христианами и язычниками. Победили язычники. А те, кто до этого принял христианство, вынуждены были или переселиться в Римскую империю, это была первая волна переселенцев, Готы и христиане, либо они были убиты, либо они опять вынуждены были перейти в язычество. То есть, получается, какая-то жреческая группировка языческая у вес Готов была. Но мы подходим к ещё одному моменту. Известно, что у Готов было два племенных союза. Тервинги лесные, это известные позже у нас как вес Готы. И грейтунги степные, те, кто позже стали Озготами. Можем ли мы сказать, где проходила граница между этими племенными союзами? Ну, сейчас есть интересные такие наблюдения, связанные опять же с формированием Черняховской культуры в III веке. Поскольку большинство монет, а их сотни тысяч найдено, 95% из них, это римское серебро. Это динарии I-II века, которые не имеют хронологически никакого отношения, собственно говоря, к формированию Черняховской культуры. И использовались в основном из-за того, что это было чистое серебро. Мы знаем, опять же, в кризисе в III веке началась активная порча монеты. То есть, количество серебра в итоге ушло в никуда. И в конце концов Рим переходит уже на медно-золотую систему без использования этого серебра. А варвары, конечно, они требовали себе более качественные эти монеты. Поэтому, если эти монеты не являются источником хронологическим, то монеты III века, в том числе и бронзовые, во-первых, бронзовые монеты, они долго не живут. Они не ходят в обращении как серебро, как драгоценный металл столетиями. Чаще всего они гораздо быстрее попадают в археологический контекст. И вот эти монеты, они как раз совпадающие по датировке со временем формирования Черняховской культуры. И где-то там, ну, то есть, это II-III века. Они также есть на территории Черняховской культуры. И вот наш коллега, бывший из Харькова, теперь он работает в Европе, в Варшаве, Кирилл Мызгин, провел достаточно такую долгую работу по картографированию всех этих находок. Пришлось ему там отслеживать огромное количество сайтов, огромное количество вот этих копателей, да, и фиксировать, проверять все эти данные. На выходе получились интересные карты, которые показали нам, что на левобережье и на правобережье Днепра выпадают разные типы монет. На левобережье у нас монеты бронзовые. Практически все это малоазиатские провинции Римской империи и Воспорское царство. А вот на правобережье выпадают дунайские провинции Римской империи. То есть, это вот уже такой массовый статистический материал, который заставляет, конечно, задуматься. То есть, это говорит о, как минимум, разнице в этих группировках, которые формируют вот эту, может быть, новую культуру. То есть, как бы те, кто у нас приносят, участвуют в войнах на территории Подунавья, там, балканские провинции Греции, да, они у нас на правом берегу. Здесь, с другой стороны, как бы приходят люди, которые приносят уже, как бы, другие традиции. То есть, вполне вероятно, да, что вот левобережье, правобережье, да, это уже, как минимум, пограничное. Действительно ли это там Грейтунги и Тервинги, да, это, конечно, большой вопрос, поскольку, опять же, мы сейчас попадаем в ту интересную ситуацию, как интерпретация письменных источников и их связь с археологическими. Да, это каждый раз вызывает массу вопросов о том, как правильно, да, и потому что, к сожалению, конечно, вернуться в IV век и проверить, правильно это или нет, очень сложно. Но в качестве гипотезы, подтвержденной какими-то наблюдениями, конечно, мы вот это все можем предположить. То есть, и держава Германариха в таком случае, она была левобережной? Держава Германариха – это, конечно, очень интересная историографическая традиция, да, то есть, сейчас, ну, практически всю территорию уже некоторые авторы, некоторые, особенно, если это касается каких-то историко-политических казусов, да, пытаются натянуть ее там на всю территорию черняховской культуры, да, показать, что все это принадлежало, значит, великому годскому вождю, хотя по описаниям, например, того же Иордана, причем достаточно кратким, если посмотреть, сколько там упоминается, да, и какие сообщения касаются Германариха, ну, конечно, это очень обрывочные, очень обрывочные данные. И можно увидеть, что в основном, да, если что-то и говорится, это действия, ну, где-то в левобережье, и даже вот на северных пределах, вот, это в левобережье, то есть, где-то по Лолжье, где-то, может быть, по Отче, где-то еще, да, соседние территории. Но мы не видим, чтобы Германарих действовал где-то там, хотя бы там на юго-западе, да, где-нибудь на территории там Северного Причерноморья, да, то есть, он достаточно там где-то вот сконцентрирован на своих там вот этих делах. Возможно, это действительно вот это отражение вот этой вот ситуации, то есть, Острогодская вот эта вот группировка, она заняла вот эти земли. А это, ну, верховье Днепра и верховье Северского Донца, фактически, получается. Ну, вот, очень, на самом деле, важная стратегическая территория, потому что по ней, во-первых, проходит такая магистраль, которую мы уже потом в позднем средневековье знаем, как Муравский шлях и его там все ответвления, то есть, система сообщения туда вот с юга на запад, на север. И, естественно, дальше коммуникации, которые осуществлялись и с Дона на Днепр, и с Волги, с Аки на Днепр и так далее, да, то есть, если там находится какая-то вооруженная сила, да, там какое-то правление, естественно, это территория, вся торговля по ней, вся она находится под контролем. А контроль это и есть власть, в общем-то. Теперь, наверное, нужно поговорить о наших предках, славянах, ранних славянах, которые оказались загнаны в леса. Ну, можно так сказать, да. Если говорить, опять же, о территории, на которой формируются черняховские культуры, то фактически северная граница проходит либо по границе Полесья, это на правой бережью Днепра, а по левой бережью она идет по границе Черноземов. Она проходит в Черниговской, в Сумской области, в Курской области. Примерно, так скажем, на север от Десны у нас уходят уже лесные почвы и от Сейма. А на юг в основном это уже черноземные, богатые земли. И большая часть Черняховских памятников, она так и ложится. То есть, дальше на север они не пошли. В леса не пошли. Мы знаем только небольшую группировку финала Черняховской культуры, которая в Курской области попалась на лесных почвах. То есть, видимо, они, может быть, туда уже бежали, скрывались, скажем, на этих землях. А вот до Черняховской культуры эти территории относятся к раннеславянским культурам. Здесь есть памятники самой киевской, так называемой, культуры. Огромное количество сейчас зафиксировано вещей с выемчатыми эмалями, которые, опять же, являются маркерами вот этих раннеславянских, раннеславянской культуры археологической. А территория, которую, скажем, они очерчивают, она очень большая. Это, опять же, все Верхнее Поднепровье. Это часть Среднего Поднепровья. Все Левобережье Днепра. Это Подонья. Это показывает нам следы вот этой активности вот этого народа и народов. Потому, что явно, конечно, это не одно какое-то племя. И универсальную такую культуру, которая у них сформировалась, во всяком случае. Это, наверное, первая такая яркая культура, которая нам объединяет вот эти все территории. То есть, археологически мы видим следы вот этой культуры. Но уже во второй половине третьего века у нас приходят сначала одни группировки черняховские. Они занимают Левобережье. Они фиксируются у нас в Верховьях Днестра, Прута. Там свои памятники. Они очень похожи, на самом деле, что там, что на Левобережье. Может быть, это следы какого-то одного переселения. Но беда вот как раз вот этой первой волны – это отсутствие могильников. Мы не знаем погребальный обряд. Их нет. Есть поселения. Есть набор керамики, лепной. Уже есть и гончарная посуда. И там достаточно большой процент керамики, имеющей отношение к германской традиции. Есть и какие-то сарманские элементы. То есть, она такая смешанная. Но нет погребального обряда. Мы его не знаем. Погребальный обряд появляется вместе уже с другим населением. Классической такой черняховской культуры. Где-то со второй четверти четвертого века. И в это время и на Левобережье, в том числе, появляются десятки могильников черняховской культуры. Олег, мы сейчас говорим про черняховскую культуру. Мы разговариваемся про славян, шевших в лесах. Да, вернемся к славянам в лесах. И черняховская культура, таким образом, здесь есть два варианта. Есть гипотеза о, так называемом, чересполосном существовании. То есть, у нас якобы существовали черняховские поселения. Рядом с ними существовали какие-то киевские поселения. Но очевидно, конечно, что эта более высокая цивилизация, которая привязана к черноземам, которая связана с сельским хозяйством, она занимает практически все пространство. То есть, если еще не так давно казалось, что какие-то отдельные черняховские поселения у нас попадают на север, такие разрозненные, то сейчас мы видим, что почти все Левобережье занимается плотно, очень плотно, черняховскими памятниками. Плотность населения почти, честно говоря, как какой-нибудь 17-18 век. То есть, через каждые 5-6 километров мы находим крупные поселения черняховской культуры. Крупные – это обычные дома протяженностью 1-2 километра. То есть, это 10-15-20 жилищ, усадебных комплексов. И, соответственно, место для киевской культуры, которая, конечно, находится немножко на более попроще уровне. В силу своей стадиальности они еще не поднялись до высокого уровня цивилизации. А тут к ним приходит такая мощная, естественно, цивилизация. И здесь, опять же, вспоминается интересная запись Увердана, где упоминается столкновение Венедов и Готов. Как обычно, там же не указывается, на каких землях, где они столкнулись. Но Готы разбивают Венедов, которые упоминаются, примерно, можно процитировать, числом большие, оружием слабые. То есть, вот Готы, естественно, они были намного сильнее именно в своей военной. И, скорее всего, это даже не то, что военная сила оружия, это сила организации. Это прослеживается во всем их пути. То есть, очевидно, что это какой-то народ, который отличался от всех остальных. И вот все эти территории, видимо, в какой-то момент, в IV веке, скорее всего, вот это эмалевое население покидает его большей части. И уходит туда, в лесную зону. Вот в лесной зоне как раз сохраняется эмалевая традиция, где она фактически до конца IV века, мы ее еще будем там наблюдать. Олег, вы очень много окопали эту культуру лесную. Да. После ваших раскопок изменились некие представления о ранних славянах в плане их организации, в плане их вооружения. Какое там было сделано, скажем так, новое открытие? Ну, как бы изменились региональные некие представления, потому что, естественно, на всей территории я не занимался раскопками. Мы занимаемся на территории нескольких областей России. И как бы я занимаюсь историей как раз эмалевого комплекса, в широком таком смысле, который позволяет как раз эту ситуацию немножко по-другому наблюдать. Но сейчас мы открыли для себя, что, например, верховья Аки, они все входят в киевскую провинцию. То есть, например, раньше у нас, еще там 10 лет назад, все это относилось к мощенской, так называемой мощенской культуре, которую связывают с некими балтскими культурогенезом на Верхней Оке. Но это было такое автоматическое включение региона, потому что у нас мощенская культура, она существует условно на территории большей части Тульской области. А Орловская, так как она вообще слабо изучена, ее просто туда немножко привязывали. Сейчас, когда начались активные достаточно исследования, мы видим, что один за одним выявляются именно киевские памятники, выявляются эмали, находки, поселения. Достаточно крупные поселения. И поселения, связанные с металлообработкой, с металлургией. То есть, на этих территориях, мы очень удивляемся, почему они такие, например, богатые. Да, там обрабатывали уже металл. Причем на протяжении столетий. То есть, несколько было приходов, в течение которых, например, там делалась какая-то мастерская и ввелся обработки металла. То есть, уже немножко по-другому мы видим и вот эти раннеславянские древности. То есть, уже с каким-то производством, но единственное, что сложно сказать. То есть, относится это, например, к третьему веку, к четвертому или, например, уже к более поздним вариантам. Но это одна и та же традиция. И здесь она сохраняется, опять же, она сохраняется до конца четвертого века. Хотя идут, конечно, процессы, скажем, инфильтрации вот этих черняховских каких-то явлений. И в киевское раннеславянское общество появляются вещи из черняховской культуры. Постепенно видим. Ну, поскольку такая цивилизация более, может быть, яркая, более четкая, туда это все попадает. Мы видим даже подражание черняховским вещам, сделанные мастерами, которые до этого делали вещи с эмалями. То есть, попытка такая изобразить. И все это доживает до конца четвертого века, до разгрома черняховской культуры. А вот в конце четвертого века остатки вот этого населения, сохранившегося там, оно снова выплескивается на те же территории, которые были оставлены ранее. Мы снова видим финал вот этих вот эмалей почти по всему Левобережью. Мы видим это в Полтавской области, в Черниговской, в Сумской, в Курской. Последние вещи перед, так скажем, сменой эпох, перед сменой комплекса, который происходит как раз в пятом веке, они снова появляются на месте черняховской культуры. Я объясню нашим зрителям. В конце четвертого века на территорию черняховской культуры приходят гунны. Они сначала развивают Ост-Готов, потом Ост-Готы, ну, большая часть становятся их союзниками, громят Вест-Готов. В последующих событиях и Ост-Готы, и Вест-Готы покидают эту территорию и уходят в Европу. У нас остаются там какие-то буквально пара оставков черняховской культуры на этой территории. И вот на освободившиеся чернозёмы, которые опустили, возвращаются наши предки, которые 150 лет сидели в лесах и ждали этого времени. То есть, фактически гунны помогли славянам вернуться на свои территории, откуда их изгнали германские племена. Ну, я думаю, что нам надо черняховскую культуру наконец-то закончить. То есть, понятно, мы примерно понимаем сейчас её размеры, её высокий уровень цивилизации. А вот финал, мы уже говорили о том, что связан он с нашествием гуннов. И это было, в общем, давно во всех исторических книгах у нас с гунами. И чётко, очень часто ставили дату 375 год, появляются гунны в степях Восточной Европы. С этим же временем связана легенда о гибели Германариха, о том, что он именно во время этого нашествия гибнет. Непонятно, то ли он умирает, то ли он к этому времени, судя по Иордану, ему было уже под 100 лет. Он был уже дедушка какой-то основательный. В любом случае, то есть, и по письменным источникам, и по археологическим, да, примерно конец 4 века, это финал черняховской культуры. Но, во-первых, сейчас появляются материалы, которые всё же нам говорят о том, что в начале 5 века остатки черняховской цивилизации, они ещё на левобережье совершенно точно сохраняются. Уже, может быть, не в том виде, в котором они были, не вот эти огромные поселения. Но есть и погребения на могильниках, которые датируются первой четвертью 5 века. Как часто коллеги наши копали в Харьковской области, да, и у нас тоже, как бы, вот эти материалы показывают, что всё-таки жизнь некая оставалась. И, например, группа памятников в Курской области, которая была выявлена, мы её назвали там Львовско-Фатежская по географическим своим понятиям. Она, это на территории очень такое интересное, это, так скажем, лесные почвы бывшие, то есть, там не было чернозёмов. Она изрезана вся, вот эта территория оврагами достаточно глубокими, да, ну и, видимо, росли леса, да, то есть, такая сложная для перегрешения. И вот за последние 20 лет там несколько десятков поселений были выявлены. На них остаётся, опять же, черняховская керамика встречается, гончарная. На них есть амфоры, на них есть вещи, которые датируются только концом 4-го, началом 5-го века. То есть, до вот этого периода у нас нет более ранних горизонтов, как мы южнее видим, да, то есть, и вполне вероятно, что, да, какая-то часть населения, она там пыталась, может быть, скрыться. Финал, вероятно, был достаточно королавый, судя по находкам стрел, деталей вооружения, причём со следами, так скажем, повреждений в бою, да, там какой-то умбон пробитый, там топор разбитый и так далее. На разных поселениях это всё встречается. То есть, вот эта ситуация, она нам заканчивает фактически черняховскую культуру. И, опять же, в этой зоне и на этих поселениях, среди остатков этих поздних черняховских, мы опять видим поздние эмали киевской культуры, которые, видимо, и дают, может быть, нам источник покрушения. То есть, это не гунское нашествие, а, возможно, уже приход вот тех самых славян, которые дождались своей очереди, да, и добивают своих врагов, которые их в своё время могли изгнать вот с этих территорий. То есть, всё, начало пятого века, да, черняховская цивилизация, она прекращает своё существование почти на всём, так скажем, протяжении. В письменных источниках мы опять знаем о том, что некий правитель Витимир или, может быть, он же Венитарий, он где-то на этих землях, опять же, существовал. И он, во-первых, находится в союзе с оланами. Готы в это время, во-первых, они очень сильно так дружат с оланами. И, видимо, в верхушке готского общества связь с оланами, это было совершенно нормально. И это мы видим по погребениям знати, которые у нас сейчас появились, с золотом, это, скорее всего, это как раз вот эти оланские, может быть, вожди, которые участвовали во всех этих процессах. То есть, это, собственно, не германские, может быть, поселения. И, собственно говоря, тот самый Венитарий, мы знаем, что это имя рассматривается, переводится, как победитель Венедов. Но Венедов он победил, но больше, так скажем, на этой территории никаких готов мы не наблюдаем. У нас единственная попытка была известная найти готов, опять же, в 1942 году, когда немецкие оккупанты в Харькове открыли целый готский зал, куда они свезли все находки, какие только могли. Они свезли туда и славянские материалы, и какие-то античные материалы. То есть, все, что они хотели показать для населения и написать о том, что вот это наши предки, которые жили на этой земле. Соответственно, вы должны признать нашу историчность здесь, поэтому мы пришли сюда не просто так. Ну, собственно говоря, на этом история готов, последнее явление готов, оно закончилось. Ну, сейчас мы видим, скажем, приход уже других тефтонов. Население черняховской культуры разметало по всей Европе. Гипиды, это одно из германских племен, были занесены в Карпатские горы, там их потом покорили авары. Озгот в конце концов занесло в Италию, там их разбили византийцы, а остатки готов куда-то ушли. И, возможно, что они дали старт в эндельской культуре, потому что там фиксируется какой-то приток населения из Средиземного моря в этот момент. Еще одно из племен Тайфалы, видимо, оставили свои следы на территории Франции. Там есть несколько населенных пунктов и географических названий, связанные с этим именем. Весготы сначала заняли юг Галии, потом они переселились в Испанию. И на территории Испании их разбили и завоевали арабы. То есть от славы готов, которые жили на территории Аюма, остались, наверное, только воспоминания. И нет, небольшая группа готов на территории Крыма, которая фиксируется, наверное, в веке чуть ли не до 16-го. По языку они остаются с готским языком до 16-го века. Мы здесь, конечно, еще должны вспомнить аванов и вандалов, которые до Северной Африки все-таки дошли. Но это пример тех групп населения, которые вытесняют. Они все разбежались, и мы видим, то есть вот этот путь, условно, который начался, если мы будем считать высадки на устье Вислы на рубеже эр, за 5 веков они прошли огромную историю. Оставили после себя в том числе и массу археологических каких-то вещей. А наша задача теперь пытаться это все расшифровать, вот эти все изгибы и завитки истории. Я, когда говорил про открытие, речь шла о шпорах. Дело в том, что по описаниям византийских авторов 6-го века, славяне воюют как пехота. Они описывают вооружение большей щиты, маленькие метательные копья, загадочные луки с отравленными стрелами, которые как-то вообще не бьются. О коннице речи не идет. Насколько я понимаю, в лесной зоне киевской культуры обнаружено большое количество шпор. Это говорит о том, что там была воинская или дружинная конная культура. Это совершенно не бьется с нашими представлениями о славянах, о ранних славянах. Но, в принципе, перечитывая византийских авторов, мне хотел обратить внимание, забегая немножко вперед, в 6-й век, что тогда существовала пеньковская культура, которая соотносится с антами. Это славяне в контактной степной зоне. Логично, что они тоже должны были иметь пользоваться лошадьми, когда они живут в степях. То есть такое ощущение, что византийцы описывали какие-то столкновения со славянами, непонятно даже где. В лесной зоне, на Дунае, где там леса были. Может быть, они в Карпаты зашли в ходе какой-то экспедиции. Когда они говорят, что славяне используют камыш, чтобы прятаться в реках, они воюют в болотах, возможно, речь идет о столкновении в Дельте Дунае. То есть непонятно такое ощущение, что изантийцы описали одно-два столкновения, которые произошли, возможно, в Карпатах или в Дельте Дунае, а потом там Маврикий, Прокопий, Агафий, у них пересказывается один и тот же эпизод, который, ну, немножко меняясь, проходит по нескольким источникам. Славяне киевской культуры уже в V веке, даже, наверное, в IV, имели конную дружинную культуру. Это идет вразрез с нашими представлениями, это вообще орет все шаблоны о ранних славянах. Киевская культура занимала левобережье в основном. На правом берегу у него был только небольшой плацдарм в районе Киева. Это немножко забавно, потому что позже, через несколько лет, волынцевская культура, которая будет находиться тоже на левом берегу, у нее тоже будет плацдарм в районе Киева. Такое ощущение, что там есть какая-то такая историческая граница. Тем не менее, почему же она оказалась культурой-то киевской? Ну, иногда бывают, так скажем, исторические казусы, исторические такие шутки. То есть, на самом деле, сейчас, конечно, понимаем, что основная часть территории, так называемой, киевской культуры, она находится далеко за пределами и Киева, и вот этих земель поднепровских. То есть, это, конечно, в основном лесная такая, лесная зона. Но в свое время, когда эта культура, она еще как культура тогда не выделялась, это были памятники киевского типа, найдены возле города Киева во время разведок. Памятники, которые, наконец-то, они позволили некие заполнить лакуны между, так скажем, зарубинецкими, например, древностями и древностями уже классическими, там, какой-то средневековой Руси, 9-10 веков. Между, так скажем, древностями, там, может быть, какого-нибудь там, 7-го, 8-го, то есть, вот этими колоченскими культурами. И вот эти вот ранние памятники, их надо было как-то назвать. Долгое время, на самом деле, то есть, никакой киевской культуры не было, памятники киевского типа. Но использовали их, как часто, например, в Советском Союзе часто практиковалось. То есть, конечно, необходимо было использовать археологию, историю, как оружие политики. Ну, вот в данный момент подвернулся празднование юбилея города Киева, столицы Руси. И вот эти находки, ну, может быть, даже во вторую очередь, и находки вещей византийских, византийские монеты, золото и так далее, которые, естественно, они, в общем, раскиданы по всей огромной территории, там, по Днепрове можно найти. Но в данном случае они были здесь. Они были использованы для обоснования полуторатысячелетнего юбилея города Киева. Естественно, это как бы одни из деталей, которые были использованы. Ну, на самом деле это как бы привело вот к такому забавному казусу, да, когда культура киевская, а, собственно говоря, там Киева почти нет. В 1982 году было отпразднано полуторатысячелетие Киева, даже сделана медаль в честь этого. Это очень забавная история. Академик Толочка-старший в своих интервью говорит, что вообще власти хотели две тысячи лет. Но он и Рыбаков отстояли полторы тысячи. Надо сказать в таком случае им большое спасибо, потому что у власти в Советском Союзе тогда стоял Днепропетровский клан. И Брежнев из Щербицка – это все предстоит для этого клана. То есть они могли и две с половиной тысячи лет, в общем-то, захотеть и получили. А дальше Борис Александрович Рыбаков, видимо, крутился как уш на сковородке, пытаясь как-то обосновать эти полторы тысячи лет. Что он делал? Он натягивал Киева на Хельбуде. Сейчас я поясню, что это такое. Кей, надеюсь, все знают, это легендарный князь Киева, его основатель. В VI веке н.э. на Дунайской границе в Византии был полководец Хельбудей. Имя, насколько я понимаю, германское происхождение. Он был очень грозным командиром, но через три года, примерно в 534 году, он на левобережье Дуная погиб вместе со своим отрядом. И через это время у Антов, это один из двух славянских союзов племен, нам известных в то время, появился человек, который стал говорить, что он Хельбудей. Он вошел в свык, как лжих Хельбудей. Судя по всему, он был из другого союза, из склавинов. Хотя не факт. Дело в том, что он свободно говорил по-латыни, и возможно, что это был византийц, который оказался в плену. И, назвавшись Хельбудем, он хотел привлечь к себе внимание, чтобы его выкупили, обменяли и вернули в империю. В то время император Руссинян предложил Антам поселиться на левом берегу Дуная в районе одного заброшенного римского города. Они согласились, но в качестве условия они поставили возвращение этого Хельбудя на его пост, командира на Дунайской границе. Ну и так Хельбудей оказался в Византии. Запутанная такая детективная история. Теперь внимательно следите за логикой. Если лжихель Будей оказался у антов, он был кто? Славянин. А если мы скажем, что лжихель Будей и Хельбуди – это одно и то же лицо, значит, кто Хельбудей был? Славянин. А тут мы вспомним, что по легенде князь Киев ходил в Византию к императору. И тогда был основан городок Киевец на Дунае. Все сходится. Так мы доказали, что Кий – это Хельбудей. Мы четко идентифицировали легендарного персонажа со знаменитым византийским полководцем. Неубедительно. И тогда Борис Александрович Рубаков пишет о Византии. Нашли надгробную плиту, датированную 559 годом, где написано «Хельбуди – сын Саватаса». Это очень интересная вещь. Во-первых, конечно, 25 лет между смертью настоящего Хельбуди и плитой. Можно предположить, что вот тот лжехель Будий, он и похоронен. Но сам Ватас – это имя, под которым византийцы знали Киев в X веке. Вот сейчас уже все сходится, кроме одного момента. Во всех статьях и даже книгах ссылаются на Рыбакова. Я не нашел никаких следов, никаких фотографий существования этой плиты в реальности. Возможно, что, выполняя политический заказ, строя этот украинский миф, Борису Александровичу пришлось придумать эту плиту. Для того, чтобы как-то не очень убедительное отождествление «Хельбуди» и «Киеве», ну, получилось его логическое завершение. Что касается Киева, то на этой территории в разное время возникали поселки различных культур в разных местах. На Замковой горе, на Старокийской. Там был и Черноховский могильник, насколько я знаю, одно время. Недалеко. Но города там не было. В VII-VIII веках на роль города могло претендовать пастырское городище. Это на правом берегу, в Черкасской области. Фактически это было какое-то время, это был большой город. Наверное, столица Антов. Там есть приток населения из-под Унавиа, фиксируется. Тут две версии. Версия, что после завоевания ханом Аспарухом Болгарии часть населения бежала на северо. Либо наоборот, анты ходили вместе с Аспарухом на Византию. И тогда они могли кого-то с собой привезти. В конце VII-VIII века в тех местах фиксируются два выпадания кладов. Они соответствуют двум нашествиям кочевников. То есть клады остаются невостребованными. В начале VIII века вместе с второй волной этот город уничтожается. Вся территория вплоть до Киева заселяется кочевниками на какое-то время. Скорее всего, это были хазары. Точно мы не знаем. Потом эта волна уходит. И с начала VIII века на территории Поднепровья, а также на Плацдарме на правом берегу от Канева до Киева появляются поселки волынцевской культуры. Фактически это ранние северяне. Особенностью которых было то, что они входили в хазарский кагонат. У этих северян не было никаких городищ. То есть Киев не основывали хазары, как раньше об этом иногда писали. У этой концепции есть зарубежные сторонники. Дело в том, что не было тогда города, не было крепости, и, соответственно, нет никаких следов хазарского гарнизона на территории Киева. В 2005 году еще были статьи, которые утверждали, что вот эти волынцевсы использовали старые городища, либо построили свое. А в 2012 году тот же автор, это украинский археолог Алексей Комар, четко писал о том, что все следы укреплений в Киеве относятся к X веку. Почему же он так поменял свое мнение? Что же произошло? В эти годы, с 7 по 11 год, в Киеве велись достаточно большие раскопки. И был вскрыт ров, который раскапывали еще в 1936 году. И они прокопали глубже. Дело в том, что в 1936 году на дне рова обнаружили остатки лепной посуды. И по этим остаткам ее датировали достаточно ранним периодом. Что выяснилось? В начале X века был выкопан ров, стенки которого со временем немножко осыпались. Тогда ров выкопали опять, углубили, с небольшим смещением от оси. И эту процедуру сделали еще раз. У нас есть стратеграфия рва, который постепенно осыпался. Так вот, на самом дне обнаружили гончарную посуду. То есть сделанную на гончарном круге. Откуда же взялась лепная? Ну, киевлянам X века не объяснили, что они нарушают культурный слой и вообще ведут работы паука паунио-рва на археологическом памятнике. Ну, не знали они в этот момент. И сейчас у нас есть четкие представления, причем это не наши представления, а украинских археологов, киевских археологов, что первые укрепления на Старокиевской горе появились в X веке. И вот третий раз работы по углублению этого рва они связывают с осадой Киева печенигами, которая проросла в тот момент, когда Святослав был в Болгарии. X век, ну, конец IX, первая дендеродата по находкам, это 887 год. Раньше ничего там не было. То есть были какие-то поселки и в IV веке, и в V, но у них нет континуитета. То есть, поймите, поселок появляется в одном месте, потом исчезает, появляется в другом, исчезает. Возраст города вообще отсчитывается от момента его упоминания в письменных источниках. А если мы говорим про археологические датировки, должна быть непрерывность. Иначе Москву можно датировать по Дяговскому городищу, это до нашей эры. Мы можем датировать стоянками каменного века. Каменного века. Это на здоровье. Здесь главное для нас понимание того, что, конечно, те поселения, которые мы имеем в IV, V, VI, VII веках, это чаще всего сельские поселения, недолговременные по хронологии своей. То есть, они могли существовать 10, 20, 30 лет. И все. То есть, это не города. Это очень небольшие поселочки, потому что в это время, если не касается городищ, а городищ как раз не так много, они чаще всего используют городище более раннего периода, то население, скорее всего, достаточно мобильно и занимается микромиграцией. То есть, они постоянно происходят на этой территории. Поэтому никаких городов, конечно, возникать не может. Это то, что население на севере, у них есть городище. Там своя ситуация, своя история. Но ни здесь, ни там мы не видим такой культуры, которая дает какую-то оседлость регулярную. Она в это время... Да, пожалуйста. У нас там северное Прочерноморье, как они жили, так они продолжают жить. Хазарские города, они есть, мы их знаем прекрасно. Славяне, они занимают свою нишу, они занимаются своим хозяйством, но вот в это время они находятся на этой стадии. Потом им удастся, или они вынуждены будут перейти на новый какой-то уровень организации, отходя от этой разрозненной системы, которая у них существовала, и перейдя на систему, в которой существуют городище и поселение. То есть, связано это, скорее всего, с какой-то возросшей военной опасностью. То есть, что-то меняется в мире. Может быть, как раз необходимость жить, занимать эти территории вынуждала их новую систему активно осваивать. То есть, городище, которое известно как Пастырское, оно возникло на валах с киевского времени. То есть, славяне даже не стали менять эти валы, они просто посолили частоколы. Там такая история была. На берегу местной речушки есть Левобережное городище 5 гектар, и Правобережное 15. Вот славяне полностью заселили Левобережное. На Правобережное же там, по-моему, шла какая-то тоже хозяйственная жизнь, но в любом случае был город с мастерскими, с ремесленниками. На площади 5 гектар. Достаточно большой по тем временам. Для конца сеть. 5 гектар тем, да. Когда этот город уничтожили, у славян, насколько я понимаю, у восточных славян, остался только один город. Это Битинское городище. Это сейчас в Сумской области на берегу реки Псел. Правда, есть споры. Это был племенной центр вот этих ранок сельян. Либо это какая-то хазарская крепость, потому что есть следы наличия там хазарского гарнизона. То есть на всей огромной территории волынцевской культуры был только один укрепленный пункт в тот момент. И для меня тоже является загадкой, как славяне, живя на Левом берегу, волынцевская культура, они обходились вообще без укреплений. После неких бурных событий 9 века в хазарском Каганате, когда волынцевское население покинуло Поднепровье, ну не все, почти все. Были сожжены их поселки, Битинское городище было сожжено, там шли какие-то интересные события. К сожалению, археология не может точно сказать, кто же с кем там воевал. Все поменялось после этого. То есть волынцевское население ушло на восток-северо-восток, сформировало роменско-борщевскую культуру, соответственно, это северяне и вятичи. Там была еще одна группа населения славянского на реке Дон. Летописи, к сожалению, не сохранили нам его название. И тогда же хазары, боясь какой-то угрозы, это тоже очень спорный вопрос, приглашают византийских инженеров, и те в IX веке строят несколько крепостей, наиболее известные, которые это Саркел, Белая Вежа, сейчас находится на дне Семлянского водохранилища. Если мы вернемся к Киеву, то интересно, что еще немножко раньше, чем был создан город Киев, по данным украинских археологов, я напомню, южнее, опять-таки в Чаркарской области, на берегу Днепра, появился город, известный археологам как городище-монастырек. Он появился на валах Зарубинятского городища, то есть принцип есть городище, валы, зачем делать новые? Можно прийти, там поставить частоколы, укрепления, уже на них. Такой-то этот город под неизвестным нам названием появился раньше, чем Киев, несколько десятилетий. В дальнейшем, в середине X века, он был сожжен. И через 150 лет, в конце XI века, вновь возродился под именем Заруб. Что-то было за город неизвестно, но, скорее всего, это был какой-то центр уличей. Это были славянские племена, которые жили тогда под Днепром, а после походов в Свенельда, часть из них переселилась на Южный Буг. Скорее всего, именно Свенельд изжег этот город. Это было в те годы, когда Ольга мстила древлянам за князя Игоря, и тогда же Свенельд покорял и уличей. С Киевом очень интересная история. Я пока вижу только два способа ее решения, потому что даже после проведенных раскопок, читая статьи украинских археологов, я понял, что у них совершенно нет представления, где же находились какие-то объекты, упомянутые в летописях. У них постоянно идут споры. Вот этот фундамент, бы сказать ли, от чего это, что это, где капище, где была первая церковь. Выход я вижу только такой. Надо сделать, как Муссолини поступил с Римом. Он снял весь исторический центр и сделал его археологическим музеем под открытым небом. Тогда вместо каких-то выборочных раскопок можно будет раскопать Киев. Это мечты. И, наконец-таки, выяснить, когда он был основан точно. Может быть, найдутся более древние находки, остатки каких-то объектов. Ведь в Киеве из-за его особенностей это холмы, разрезанные очень глубокими оврагами. Есть места, где культурный слой достигает нескольких десятков метров, там 20 и даже больше. То есть вот эти огромные смывы, да, вот тот же подол, это уже такой слойный пирог из культурного слоя, алювия, делювия, опять культурный слой. То есть там бывали поселения, которых потом затапливало, люди уходили, через какое-то время, когда уровень реки снижался, угрозы наводнений уменьшались, они опять возвращались. Овраги тоже засыпаны всяким интересным для археологов мусором, и там, наверное, много чего найти. Ну и что касается общей проблемы археологов, конечно, есть второй вариант. Нужно запустить машину времени. И тогда сможем точно выяснить, что же там было. Ну мы же понимаем, как у нас будет. Я даже представляю какое-нибудь что. Стол, мы тут археологи совещаний, там будут говорить, ну, извините у нас. Две экспедиции не вернулись с прошлого сезона. Где они потерялись, неизвестно. За ними отправлены две спасательные группы поисковые, понять, в каком тысячелетии они застряли. Три машины неисправны, на одной губернатор улетел охотиться на мамонтов. Спасибо. Вы были на канале Тактик Медиа. Оставайтесь с нами. В следующий раз мы вам расскажем еще что-то очень интересное. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...